Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи с нами сегодня Композитор и певец Михаил Муромов Здравствуйте Здравствуйте Вот песня, с которой мы начали Сегодня наш эфир Это «Яблоки на снегу» Ваш хит, наверное, ваш главный хит Вот эта песня для вас Что она значит все-таки? К сожалению, что это главный хит Это совсем не главный хит Есть еще афганский цикл Кстати, завтра войск из Абонистана Есть «Странные женщины», есть «Тёплые ливни», «Флюгер» Песня-то 200 штук написана Записанная, спета На кассиночках они разошлись Но вот «Яблоки на снегу» Вот есть, наверное, у многих музыкантов Песня, которая стала массовой Которая стала самой узнаваемой И которая им не нравится Или, по крайней мере, как Юрий Шевчук Он долго не играл осень на концертах Хотя зал ее требовали Вы чувствуете, что стали заложником В какой-то степени этого хита этой песни? Вы знаете, дело в том, что «Яблоки» — это естественно Потому что иногда бывает, что в зале кричат Сразу после второй песни «А яблоки» Я один раз у меня даже был слушать, что я Говорю, хорошо, я буду пять раз вам исполнять «Яблоки» Ну, где-то на половине третьего исполнения Ну, когда концерт-то будет Так что здесь такая штука Поэтому я всегда говорю с самого начала «Яблоки» — песня десертная Исполняется на десертах Ну, а за эти годы вы стали петь этот хит как-то иначе? Есть ли какая-то, может быть, эволюция? Может быть, смысловая начинка другая появилась? Да, я это пробовал У меня 18 ремиксов есть этих «Яблок» Но все равно, когда споешь по-другому Кто-нибудь обязательно крикнет из зала «Нет, надо как было!» Ну, а морально вы чувствуете, как... Ну, какую-то эволюцию такую в этом смысле Эволюцию исполнения, может быть, психологическую? В связи с тембром голоса Потому что голос немножко пониже Стал, но все равно стараюсь делать пионерские «Яблоки на снегу» Пионерский такой голос Чтобы узнавали? Ну, чтобы не было, надо как было Ну, песня «Странная женщина» тоже достаточно Ну, можно назвать ее хитом Хотя, конечно, она выступает по популярности «Яблоком» Но эта песня для вас более важная, чем «Яблоки на снегу»? Но она сложнее все-таки Для меня вообще все песни — это мои дети Поэтому важная, неважная Я всегда выхожу и смотрю в зал И после этого формирую то, что я буду петь Потому что бывали такие случаи, когда начинаешь петь Звукодежиссер — диджей Он как на полную включит музыку И потом я останавливаю И один раз даже в Саранске читал 40 минут Читал стихи Одни говорят, а концерт-то будет? Одни А другие говорят, нет-нет, читайте, читайте Ну, пожилые люди Так что это очень такая штука Зал — это живой организм То есть вы никогда не планируете такой сценарий того, что будет? Вы импровизируете больше? Примерно Ну, в принципе, импровизирую, конечно В зависимости от настроения, даже от погоды Вот не так давно СМИ облетела новость о том, что якобы пару лет назад вы заявили, что Алла Пугачева испортила вам карьеру Позже, насколько я поняла, вы объяснили, что вам эти слова приписали Но вот как это получилось? Это хайп журналистский Поэтому я это стараюсь вообще не комментировать Я никаких комментариев не давал, слов никаких таких я не говорил Как это можно мне загубить жизнь? Или, как там писали, утопило, саботировало Ничего такого не было Просто Алла, у нее были свои люди на телевидении Она замечательно ими управляла Ну, что, она талантливый человек Вот Юрий Лаза, он очень много дает комментариев Это стало в какой-то степени, ну, кто-то так считает, может быть, вы не согласитесь, с его возвращением в шоу-бизнес Потому что его комментарии разлетаются по интернету, они широко обсуждаются Его приглашают на федеральные каналы, и таким образом он вернулся в средства массовой информации Вот, насколько такой путь, такое возвращение вообще для артиста оправдано, вот как вы считаете? На хайпе можно выйти? Я вам могу сказать, я вообще не пиарный человек, потому что я, по сути своей, инженер, я не артистический Я таким себя не считаю, тем более, что я никакой не заслуженный даже Почему-то считается, что если я 40 лет уже отработал, собирал стадионы и концертные залы громадные И почему-то я не заслужил Ну ладно, не заслужил, так не заслужил Вот, и поэтому я не пиарюсь никогда У меня это чуждо У меня инженерный склад ума и деятельность, и жизни Но артисту без пиара все-таки тяжело? Чтобы о нем знали, чтобы о нем говорили, чтобы он мог собирать стадионы снов Нужно это? Ну, я думаю, что не от этого зависит Тем более, что сейчас стадионы на одного, я думаю, мало кто соберет Разве что юмористы У нас главные юмористы, кволны у нас главные, кволны Нас не хотят чистого искусства, все должно быть клоуном Ну, а если говорить о российской эстраде, насколько, все-таки, на ваш взгляд Вот это такая распространенная история, когда один артист, пользуясь своим авторитетом Может каким-то образом, ну, преградить, скажем, дорогу другому Приходилось таким сталкиваться? Ну, дело в том, что это если артисты в одном направлении проходят по работе В одном стиле, тогда, конечно, когда как-то могут Вот, например, допустим, у тебя концерт в субботу А в предыдущую субботу такого же плана артист приезжает Естественно, что народ же не может, кошелек не бесконечен Все-таки люди в деньгах ограничены А билеты дорогие сейчас Ну, сейчас существует война кланов на российской эстраде Потому что раньше ходили легенды о том, что кто-то под Пугачевой, кто-то под Кобзоном И, соответственно, в зависимости от отношений Ну, Кобзона уже нет в живых, но, тем не менее, так говорили раньше, по крайней мере В зависимости от отношений с этими лидерами рынка Я не тут социальных, я одиночка У меня и Кузодиака так написано Я живу по себе Мне много не надо Я не строю хоромов и замков Я живу нормально Кормлю музыкантов Не хватает Ну, вот музыкальный критик Сергей Соседов, который был в нашем эфире Он говорил о том, что, например, ну, взял, как пример Аллу Пугачеву И сказал, что ей уже пора окончательно уходить со сцены Потому что это апокалипсис, как он сказал, это его цитата Существует ли какой-то линии для артиста, на ваш взгляд? Он когда-то пытался петь Ну, не надо ему это говорить Зачем? Сколько человек может равняться? Ну, Баянова, сколько ей было уже лет? Ну, они баригвадзе Поют и поют Так что, ну, не стоит ему об этом думать Заботиться То есть не существует, на ваш взгляд, какого-то лимита для артиста Когда ему нужно уже уйти со сцены? Ну, лимит, когда уже Я знаю, что, например, некоторые артисты выходили вообще Их проводили под руки И они, держась за рояль, исполняли Ну, до конца некоторые на сцене умирают Так что, что ли? Я считаю, что пока тебя смотрят Пока ты представляешь интерес, пока на тебя ходят Тебе есть что сказать Я считаю, иметь право артисты Поступать сколько угодно Существуют такие мнения о том, что очень легко выпасти из обоймы Если, в общем, теряешь контракты с лейблами Или, например, закрывают доступ на радио и телевидение И ставят в ротации То об артистах очень быстро забывают Так ли это на самом деле, как вы считаете? К сожалению, на данный момент так Потому что в свое время был бизнес кассеточный Когда выпускали кассеты, они продавались в ларьках У людей был бутафончик кассеточный Также появились, собственно, те же яблоки на снегу И флюгер, теплые ливни, метелица Метелицу зарубили на новогодний огонь Кстати, обратили внимание, у меня никогда не бывает на новогоднем огоньке Но ни на одном новогоднем огоньке у меня не было Ни в одной новогодней передаче у меня не было Так что это дело такое Тем не менее Я существую У меня хорошая гастрольная программа У меня со своим интересом покупают диски Кстати, вот последний диск я выпустил Даже пришлось дублировать Это диск МП-3, там 51 песня Так что заглубить то, что состоялось, очень трудно То есть вы себя не чувствуете сегодня оторванным от мира того же шоу-бизнеса? Или все-таки есть это ощущение? Что вы охрана нас учите? А я никогда не был в шоу-бизнесе Я ходил тогда только, когда меня приглашают Я никогда не пихался, не рассталкивал локтями эти очереди, которые стоят перед камерой Я всегда, наоборот, даже если обращаю внимание, что когда массовку снимают, я стою всегда сзади Мне не важно, это выпирать себя вперед У меня музыка главная Поэтому иногда даже, как говорят фанаты, почитатели, зрители Я называю слушателей Для меня главное то, что человек слушает А уже там какой-то видеосюжет будет Я не навешиваю на себя какие-то велигии и кафтаны, перья, хвосты Я далек от тусовки Филиппа Киркорова вспоминайте тем самым Ну ты один Киркоров, что ли? Таких много А то напяли он на себя в своей лепенке, например Это же все красота, это мишура, это обертка Это не суть Конфетка с обертки, а там, может быть, конфетка-то и невкусная Ну сейчас большое значение во многом имеет шоу Например, если мы говорим про таких исполнительниц Неоднозначных в музыкальном мире, как Ольга Бузова, скажем То ее шоу, как правило, выглядит очень масштабным Вот как, кстати, к ней относитесь? Ну, Ольга Бузова, ну это китч Больше ничего не могу сказать Я слышал, что она поет, как поет А остальное все трусы и левчики Насколько вы привлечены к той музыке, которую сегодня слушает молодое поколение? Знаете ли кумиров? Ну, не знаю, Егор Кривин То есть слушаете его музыку? Ну, такие-то, какие-то А так я, в общем-то, даже особо не знаю Ну, рэп, может быть, исполнители, например Сейчас это очень Востребовано Да Ну, че-то, я не знаю Не знаю Ну, из-за тех, кто крутится Между прочим, тех, кто крутится, особенно на телевизоре Из них, ну, что еще некоторые не собирают Они даже некоторые работают себе в убыток Распространяют билеты, там, через санаторий Через войсковые части Принудиловка такая Иногда даже бесплатно запускают Ну, а, тем не менее, крутятся на экране все время То есть вы знакомы с исполнителем? Просто пользуются клоуны Нам надо клоунов Это тенденция последнего времени, как вы считаете? Нет, это постоянная тенденция Я думаю, что... Ну, на что ходят в цирк? Они не ходят смотреть акробатов Люди Люди ходят смотреть фокусников, клоунов И... да, фокусников, клоунов Ну, может быть, каких-нибудь животных Ну, клоун, ведь в цирке, как известно, это самый... Клоун, это самый сложный жанр, самое сложное направление Потому что клоун должен уметь все Не согласны? Настоящий клоун Я не думаю, что, например, такой наш известный, замечательный клоун, как Юрий Николин, умел все Но он имел фактуру и умел держать паузу И, так сказать, работать на зрителя так, как не мог не тот друг Я напомню, телефон на прямом эфире в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Вы также, уважаемые радиослушатели, можете звонить, задавать вопросы нашему гостю Певец и композитор Михаил Муромов с нами на прямой связи И в том числе вопросы, которые пришли к нам в Фейсбуке Я чуть позже, видимо, их зачитаю Да, я напомню, что также можно писать нам по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Насколько может быть страшным для артиста страх забвения? Насколько он вообще может быть мучительным? И есть ли он у вас, вот остаться в забвении? Есть ли это ощущение опасности? У меня забвения нет Потому что мне и пишут Вот сейчас, год назад, со своей директрисой мы сделали Инстаграм Мне очень много пишут Пишут, конечно, иногда бывают такие люди Есть люди, которые не состоялись в жизни Они пишут пакости Ну, для меня это только нет смешит Вот, ну и что еще? А так пишут много Спрашивают Иногда даже говорят А что же вы к нам не приезжаете? А что вас так мало видно? Я говорю, мне мало видно У меня видно ровно столько, сколько меня приглашают А лезть туда и пихаться Я уже свое отпихался Лет 20 назад Мне это совсем не надо Потому что у меня, я говорю еще раз Я по мелкой работе не езжу на гастроли Иногда отдаю путешественные концерты В церквях даже иногда, в монастырях даю концерты Это бесплатно А так, за хорошие деньги Можно съедить, а по мелочи Вот это так, как некоторые ездят за копейки Ну, по-многому Это называется чёс Поставить называется чёс Люди ездят на чёсы Но это нехорошо Это называется тратить себя Здравствуйте, здравствуйте Телефон на прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 У нас есть звонок Здравствуйте, как вас зовут? Да, мы слушаем Добрый день, Александр Да, Александр Михаил Добрый день Помню вашу песню Яблоки на снегу Но это, конечно, изо всех окон тогда Слышалось Хотелось бы спросить вас Вообще, вы пропали, не видно Вы даёте довольно интересное интервью Такие непосредственные Искренние Вот вы как-то пропали Со всех экранов Вообще, вы интересуетесь, так сказать Политической жизнью Как вы относитесь к политической системе Которой в России Тем процессам, которые там происходят Спасибо Да, спасибо вам Вы знаете, я интересуюсь Комментировать не буду Потому что это всё Любой комментарий Хорошо можно прочитать В интернете Там слишком много Хорошо написано И слишком можно Делать серьёзные выводы Ну, а мне ещё комментировать Я когда-то был коммунистом А потом в 91-м всё распалось И я Партия кончилась Заплатил Последние поразносы Так что я теперь Немножко далёк от политики Ну, вы когда Перестали быть коммунистом Потому что Союз распался Или по убеждению Всё-таки переосмыслили Нет, кончилась партия Просто как таковая Основная наша Главная коммунистическая партия Новая всё Позла перетурбация Всё стало Пятнажки Переставляли шахматные фигуры Все Поэтому это было непонятно Совсем И Просто перестали Мы платить занос Вот и всё Ну, сейчас вы остаётесь коммунистом В душе, может быть А вот уже я всю жизнь был коммунистом Потому что я всегда Был активную общественную работу Я был И в комсомоле К активистам Я был главным редактором Стерной печати Газеты Технолог В институте Кромадная газета Шесть ватманов Вертикально склеить Я рисовал Я рисовал Ленина Дню рождения Ленина Рисовал В армии рисовал Один раз мне пришлось Нарисовать 12 газет Сразу За Буквально за 2 недели Для того, чтобы Была заставка Воин В армии Что тут главное? Главное воин с автоматом Если, например, Мимоза Опять воин С автоматом Вот такие 12 газет Я нарисовал То есть Сегодня вы КПРФ поддерживаете Если говорить О партийной системе В России Ну У меня Мой хороший Приятель Можно сказать Друг Миронов Сергей Михайлович Праведливая Россия Да Поэтому я Так с ним В общем даже Как-то дружу Он меня поздравляет Со всеми праздниками Телеграммами Подарками Какими-то КПРФ Я в общем Поддерживаю Тюганов мне нравится Мне симпатичен Но В партии я не состою Звоните нам 672 12 93 9 И 672 13 93 9 Телефон Прямого Эфира Композитор И певец Михаил Муромов У нас на прямой связи Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Александр меня зовут Да Александр Очень приятно Слышать Михаила Михаил Скажите пожалуйста А чем по жизни Занимаетесь Нет ли случайного Огородика Там Фазенды Какое-то Все-таки Природа Это вечная Спасибо Да ну Рыбалкой вы занимаетесь Насколько нам известно Ну я рыбачил Настолько много В своей жизни Во-первых Я прекратил Охоту на Животных Теплокровных Я не могу Потому что Я не раз видел Как плать Косуля После этого Я ружье Поднимать Не могу Ну так Водоплавающий В лед Могу Шлепнуть А рыбалку Я могу Рыбачить Даже Выбирать Что рыбать Например У нас на Москварике Можно с одной стороны Ловить бычков А с другой стороны Лещей Прямо Вот Москварике У себя Здесь в Прилатском Так что Ну занимаюсь Так вплотную Нет Но снасти Есть Вопрос От нашего Радиослушателя Сергея Он в фейсбуке Его написал Там реплика И вопрос Я их зачитаю Яблоки Одно время Из каждого окна Звучали И было даже Видео С солдатами Пытающимися Под них Маршировать Вот знаете Об этом видео Действительно Под яблоки Армия Я Не только знаю Ко мне подошел Мальчик на улице И попросил Сказал что он был Забивалой полка А я то тоже Был Забивалой полка Он попросил Сделать яблоки В военном варианте У меня они такие Даже есть Яблоки Я даже на концерте Исполняю Иногда там Куплет с припевом Так что вот Такая история С яблоками Ну а спели ее Все таки Вот в части Военной Когда маршировали Видели это? Я Наверное Наверное Видел Но я А Я видел вот что Когда Нинаев Делал пародию Такую Небольшую Юмористическую На яблоки И там маршируют Идут солдаты Да Это я видел Вообще В армии Приходилось выступать Перед военнослужащими Александр Розенбаум Он в Афганистан Много летал В частности Как у вас Ну я вот Мне кстати Всегда говорят Что я тоже был В Афганистане Я в Афганистане Не был А афганский цикл У меня есть Это 4 песни Даже больше 5 С Азизой С Азизой Я поеду Я поеду По Краснодару У меня Где-то В конце Марта Ну 10 концертов Там я проведу Ну может быть В Латвию Заедете Ну а что касается Вот истории С певцом Игорем Тальковым Я знаю Что вы занимались Непосредственной Перевозкой его тела После убийства История конечно Для многих Очень болезненная Несмотря на то Что прошел уже Прошел большой период Времени Но вот учитывая Что обстоятельства Смерти Они до сих пор Не ясны Какие у вас версии Что произошло Сколько бы я не говорил Этого ни разу Не попадает в эфир Что бы я какую правду Не сказал Ну вот мы сейчас В эфире в прямом Есть правды Министерства Волгария Которую трактуют Есть некие Показания Врачей Которые совершенно Не соответствуют правде Я поэтому уже Не перестал давать интервью Потому что Все равно Ничего не попадает В эфир Вот сейчас Совсем недавно Мне звонили Атаковали Например Рассказать про их отношения Там с Тереховой Я не знаю об этом ничего Поэтому Говорить о том Что я не знаю Я не буду А то что я знаю Не попадает в эфир Ну мы сейчас В прямом эфире То что вы говорите Сразу уходит в эфир Поэтому можно это сделать Если Я просто Малоизвестно Ну нет Как раз известно другое Но почему-то говорят другое Ну что Сталькова стрелял Игорь Малахов Это сто процентов Что он стрелял На него снизу И попал в сердце Это сто процентов Вот И А закачали ему В брюшину Кровь Из сердца И в общем Он еще был жив Когда Только выстрелили Поэтому Ну что об этом говорить То есть его можно было спасти Так мы понимаем Ну в принципе Это была случайность Малахов стрелял никуда Он ничего не видел Он лежал Его били Он просто Выстрелил На звук На выстрел Это был выстрел На выстрел Это нелепая случайность То есть не было Какой-то причины Не было Причины Можно Трактуют причину Там был какой-то скандал Но Он не стрелял Когда вы узнали О смерти Игоря Талькова Вот Что вы испытали Как вообще это было Вот можете вспомнить Этот эпизод Ну дело в том Что Сначала мне сказала Дина Берлина Мы играли в этот момент В футбол А когда я приехал Ну Это Юбилей Озерова И Я приехал домой Мне позвонили Андрей Держаев Говорит Мишань Ты знаешь что Я говорю Знаю Я без тебя не справлюсь И вот в эту ночь Мы поехали Был страшный туман Мы приехали в аэропорт Девчонки там знакомые Они говорят Все экипажи распущены Летить никак Мы поехали на машине Приехали рано утром Еле-еле его нашли И потом Ну потом уже работа такая Ну можно ли говорить О том что он что-то чувствовал Насколько вот вам известно Да Ну есть такая Такое есть Даже Джона мне об этом говорила Ну Чувствовал Ну В принципе Может быть И чувствовал Ну наверное Ну ему это казалось Во всяком случае Я Предчувствия Особенно не верю Ну я знаю Что после смерти Вы переодевали его Несколько раз По крайней мере Так об этом писали То есть Вы были Близки с ним Насколько Близко вы Нет Нет А вот Андрея с ним Был Близок А я В принципе Только Просто я всегда Ему говорил Что не надо Водить с собой Большой экипаж Охраны Непонятно зачем А то что Переодевал Да Пришлось Потому что Пришел батюшка Сказал что Надо Надо чтобы он Был одет По церковному Сделали Настоящий Гром Как надо Вот так Звонок у нас Радиослушатели На линии Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Владимир У вас Да У вас гастролей много Вы можете себе Выбирать допустим Куда поеду Куда не поеду Да Или все таки Едите по всем Приглашениям Куда вас приглашать И мне интересует Только такой вопрос Где вы на последний раз Были на гастролях Чему вам Понравились эти гастроли Или не понравились Ваши отношения К этому делу Можете вспомнить Более приятные Или может быть Не совсем приятные Для вас Да Спасибо вам Я не совсем понял Где я был на гастролях Нет Наш радиослушатель спрашивает Можете ли вы Вспомнить последние гастроли И каковыми они были Для вас Приятными Или не очень приятными Какой-то может быть Эпизод Который вам особенно Эпизод какой У меня все гастроли Всегда приятные Потому что У меня Простой райдер Я не запрашиваю Еще особенного Мне главное, чтобы были все размещены хорошо, чтобы был хороший звук, это первое, второе, третье, и чтобы был хороший задник. Все. Но в каком городе были крайние ваши гастроли до тех, которые будут сейчас? Пермь, Казахстан. Ну, Пермь, Казахстан и Москва. Тут были вечер Ларисы Рубайской, потом называется такая программа «Имена на все времена». В Перме сольники, потом в Казахстане сольник. Вот так. Вопрос от нашего радиослушателя. Он спрашивает, приходилось ли вам сталкиваться с зависимостью. Это один слушатель. А второй спрашивает, избавились ли вы от зависимости. Ну, вообще, были ли такие проблемы у вас? Дело в том, что я на это отвечаю так. Не был, не состоял, не участвовал. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Михаил Муромов у нас на прямой связи. Вот вы сейчас сказали, что не был, не участвовал. Опять же, если мы вернемся к этой истории с Пугачевой, о чем вы также говорите, что эти слова приписывают. Вот насколько все-таки часто бывает такое, что о вас пишут то, что не является правдой? И как вы на это реагируете? Какая у вас реакция на это? Я могу более того сказать. Был один, например, корреспондент, который добивался интервью. Сначала у директорисы, потом у меня. Ему все время давали отказ. Он сказал, а, то есть вы не хотите давать интервью? Тогда я напишу, что хочу. А вы за мной тогда побегаете. Ну что ж, пришлось его прижать. И мы выиграли суд у газеты. И воплотили штраф. Так что аккуратнее, журналисты. А почему вы не хотели давать интервью? Ну, мне не было желания. Потому что был момент такой, что мне не нужно было этого выносить. То, о чем он хотел спросить. Несколько лет вы ведь... Не все журналистам надо бы спрашивать. Есть этика журналистская. Думайте об этом, журналисты. Несколько лет вы не давали интервью. Насколько, опять же, мы видели, такая информация была. Что такой был период затворничества в этом смысле у вас? Да нет, ну просто надоело. Именно то, что пишут совсем не то. Говоришь одно, а потом это выставляют так, как будто ты говоришь совсем другое. Или телевизионные журналисты, практика, фиксирование с крутой камерой. Ну что это такое? Причем, мало того, они платят деньги, чтобы люди говорили непотребное. Подставы делают всякие, рвутся в дверь. Буквально они показывают тебе к силу МВД, ты приоткрываешь дверь, а тебе в нос камера. Вот такое бывает. Тоже приходится судиться. Временно это уходит. Зачем давать им интервью? То есть, с вами такое было, что вот такой инцидент? Очень много. Очень много. И именно эти меня упекли в зависимость. Это то, о чем говорит компонент. Ну вот Ирина Отьева недавно как раз стала жертвой такой истории, потому что с федерального канала к ней пришли, сняли скрытые камеры и выставили потом это на всеобщее обозрение. Вообще это дело подсудное, между прочим. Снимать скрытые камеры можно снимать только уголовников. Если есть, допустим, какое-то следствие идет или что-то такое. А скрывать, снимать скрытые камеры неподготовленного человека, тем более артиста, это еще раз вопрос к журналистской этике. Даже не к журналистской этике, а просто к воспитанию, просто к поведению. Но вас приглашают на ток-шоу участвовать во всех многочисленных этих ток-шоу, которые на федеральных каналах российских сейчас? Ну, когда приглашают, я спрашиваю, о чем будет их речь. Вообще бывает у него очень интересно. Говорят, давайте мы напишем по два сценария какой-нибудь жареный. Мы вам денег дадим. Я говорю, не надо мне денег, я деньги заработаю. А жареный сценарий мне не надо. Пиариться мне не надо. Это с федеральных каналов такие предложения поступают к вам? Да, да. То есть с первого канала? А это вообще другая тема. Первый канал, это смешно все. Почему смешно? Ну, потому что они, наверное, четыре раза прокрутили странную женщину, укороченную вдвое. А теперь считают, что это так и было. А как они это объясняют? То есть вы спрашивали у них, почему так? Они говорят, что ты, Ниш, мы же дружим. Я говорю, как мы дружим? Я не дружу. Вот, и приходится с ними судиться. Это Аксюта, тот, который, ну, человек, который... Да, да, да. Ну что ты, Ниш, ну что, я говорю, Юрий Викторович, как же это мы дружим? Что же песни сделали вы из песни? Ни вступление, ни проигрыша, ни финала. Странная женщина. Семь минут сделали три. Без лицензии, без разрешения, пиратским способом, задним числом. Неизвестные артисты для меня поют песню. Неизвестно как. Я этого не слышал, ничего. Сами запустили, красный квадрат отдали, те сняли и все. Ну, вам удалось свои права отстоять? Или вы находитесь сейчас в процессе как раз? Пока, пока, пока работаем. А все боятся, все же опускают глаза. Все боятся, ах, меня не покажут по первому каналу. Меня не показывают по первому каналу. Мы пролетариаты, наше оружие булыжное. Оружие пролетариата Ютуб сейчас говорят. Очень многие, у кого нет доступа на телевидение, как раз запускают свои проекты на Ютубе и таким образом возвращают или завоевывают заново свою аудиторию. Вы не пробовали, кстати? Вот как крипок Ютуб. Как раз он булыжет. Не пробовали запуститься на Ютубе? Не было таких мыслей у вас? Нет. Мне предлагали даже открыть свою станцию. Но я что-то хлопотный. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Мария. Мария, сделайте потише радиоприемник и задавайте вопрос. Хорошо. Очень приятно слышать певца. Скажите, пожалуйста, Михаил, как у вас в жизни вообще личная? Есть ли у вас семья, дети? Сколько их им, тем они занимаются? Помогаете ли вы им или они вам? Если можно, конечно. Да, спасибо вам. Вот такой вопрос. Дети уже слишком большие, им пора мне уже помогать. Семьи у меня нет. У меня хорошее окружение, у меня прекрасный директор. И хорошие подружки у меня есть, замечательные. Уже много-много лет. Уже по 40 лет мы друзья. Я считаю, это уже срок. 40 лет. И мы до сих пор дружим, встречаемся, ездим на дачу. Зарим шашлык, естественно. Ну, так что, нет, у меня семьи нету. Сыновья, которые выросли, я туда не лезу, в их семьи. Ну, вот так. Ну, вот актер Леонид Барац, который был также гостем программы «Абонент доступен», он рассказывал тоже о личном и говорил, что когда он находился в процессе развода с женой, он возвращался домой со спектакля в пустую квартиру и говорил, что, понимал вернее, что его не любит никто, кроме всех. Да, такое парадоксальное ощущение. Есть ли оно у вас? Может быть, какие-то отголоски этого ощущения, чувства? У меня слишком много мыслей. Когда-то мой предок написал произведение, называется «Горе от ума», оно у меня присутствует. Я пописываю стишатого, сейчас хочу немножко систематизировать, потому что слишком много зарисовок и недоделок. Поэтому у меня всегда есть что делать, я не знаю. У меня нет ни тоски, ни одиночества, это мне не знакомо. Но любовь к публике, она долговечна, она надежна? Ну, во-первых, я на каждом выступлении с публикой фотографируюсь, хотя многие убегают, артисты фотографируюсь, даю автографы до конца, пока уже администрация не выгоняется. Поэтому я бережно отношусь к своему слушателю, зрителю. А фотосессии мы делаем, мы просто выходим на сцену и выбираем хороший свет, делаем фотографии. Хотя я это очень не люблю, но делаю, потому что людям это нужно. Но это публика. Всегда говорю фотографии со мной, зимнее время вместо горчичника. Согревают. От нашего радиослушателя, который пришел по WhatsApp, часто ли бываете за рубежом и где нравится? Сыграем. Ну, давайте сыграем. Вопрос слушаю, не слышу вопрос. Вопрос часто ли бываете за рубежом и где нравится? Такой вопрос от нашего радиослушателя, а потом в завершение мы сыграем. Да, обязательно. Ну, послушаем. В любом случае, не нравится в Америке, мне не нравится, точно. Часто ездили в Германию, в Германии хорошо. Один раз были очень долго в Германии, тоже стало скучно. Ну, в принципе, я люблю нашу границу. Ну, что ж, у вас две минуты подсказывает звукорежиссер как раз. Речь идет, бываешь просто так или с работы. А просто так я езжу, вот приятель в Лазурной дверь, у меня есть хорошие друзья, и в Турции у меня у ребят квартира, я езжу. Ну, так езжу особенно. Ну, что ж, в завершение нашего эфира, вот мы видим, что у вас в руках гитара. Какую песню вы исполните живьем? Всю или куплетик. У нас, да, ограничено время, к сожалению, но хотя бы вот немного. А сколько есть, мы сейчас скажем. Сколько есть у нас? Время было, как разлучали дороги, ночью и днем, грелась кострами земля, мама моя, сколько живу я на свете, ждешь и дождешься, ждешь и дождешься, жди и дождешься меня. Спасибо вам. Спасибо, что вы вышли к нам в прямой эфир программы «Абонент». Вам большое спасибо, я чувствую очень милые люди. Певец и композитор Михаил Муромов был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.